1972 год подошел к концу, и глядя, как доблестный пожарный расчет летит по современному новиградскому автобану, дабы потушить догорающий теплораспредпункт, жители Народной Республики с теплотой в сердце и верой в светлое будущее смотрели, поднимали бокалы с бетумом за председателя Республики и новые, неизменно успешные начинания куриные фермы, рыбные фермы, средние поля. Все это они мечтали увидеть в новом, 1972 году. Но их надежды догорели как теплораспредпункт. Злобные капиталисты обновили WRSR, поломав навигационную логику граждан, и экономика Республики встала перед новой, невиданной доселе угрозой дефицитом бетума. Ладно, признаю, что насчет транспортной логики я сказал просто из головы, но проблема от этого не стала менее реальной. Люди почему-то перестали пользоваться транспортом. Причем они продолжают ходить на работу, но только в пешей доступности от своих домов. Это поставило под угрозу производство бетума. Да что там бетум, в какой-то момент у меня буквально кончилось топливо. Автобусы, грузовики, легковые машины, все это замерло на улицах Новиграда. Пришлось закупать топливо за границей в срочном порядке для того, чтобы хоть как-то восстановить движение на улицах города. До кучи железнодороги Новиградской Республики также работают на дизеле, так что без дизеля невозможен и экспорт бетума. Так что экономике быстро бы пришел конец. Само собой, это не единственная проблема, которая постигла Республику в 1972 году. Напомню, что эта республика называется Новиградская Народная Республика. Строю ее я, Иван Боярышник, в игре «Workers and Regresses Soviet Republic». Идеальное произношение, товарищ председатель. Спасибо, генератор голоса со стрёмного сайта. Я трону до глубины души. Итак, что будет в этом выпуске? Икарус 280. Икарус 260 в эпизодической роли деревенского автобуса. Новые жилые кварталы для рабочих республики, включая расположенные в труднодоступных местах. Новый сельхозрегион в центре чёртова нигде. И само собой неограниченное укрепление культа личности. А заодно и национально-патриотического настроя граждан за счет драпировки площади бетума национальным флагом Новиградской Народной Республики. Начал в 1972 год с устранения различных проблем в сельском хозяйстве вокруг города Новиграда. Начал я с того, что починил заводские соединения на пищевом заводе в Новиграде, а также на мясной ферме. При изначальном строительстве этого завода я не учел, что для работы заводских соединений нужно депо автокаров, соответственно подвозка бензина и правильное расположение заводских соединений как таковых. Фактически все это время зерно с фермы не подало на элеватор, с элеватора на завод, а с завода готовые булочки не подвозились на склад, откуда они по идее должны разводиться по всей стране. К чести руководства Новиградской Народной Республики ему потребовалось всего лишь 11 лет, чтобы осознать и решить эту проблему. И уже в январе 1972 года многочисленные числом целых четыре штуки автопогрузчики выехали на неисповедимые соединения пищевого завода города Новиграда. К сожалению, не удалось соединить ферму и элеватор с помощью заводского соединения, поэтому мне пришлось купить отдельный автомобиль, который бы возил зерно с фермы на элеватор. Этим автомобилем стал советский бортовой грузовик ГАЗ-52. Вслед за модернизацией пищевого производства были улучшены жилищные условия его работников, а именно жителей села Нижний Ларьяк. Здесь началось строительство детских яслей в актуальнейшем для середины 70-х стиле Столианс. Специально для товарища Котина показываю, что все поля в Новиграде являются средними. Никаких других полей я здесь не использовал, по крайней мере в последние 10 лет существования республики. Площадь перед универмагом в Новом Ларьяке теперь носит имя Карла Маркса, и на ней установлен соответствующий памятник в виде огромной бородатой головы. Сделано это для того, чтобы, пользуясь плодами капитализма и проклиная проклятых капиталистов, жители города помнили, кто придумал эти термины. Для полноты картины я обсудил голову кустами, так сказать, чтобы оттенить кустистую бороду товарища Маркса. Южнее площади Маркса вырос новый жилой микрорайон, застроенный типовыми домами 90-й серии, а также 121-й с недавнего времени, который вы сейчас видите на экране. В комплекте с 21-й серией идет такая вот приятная угловая секция под 45 градусов, ну и, естественно, разные версии линейных секций. Сейчас я блокирую микрорайон с помощью четырехподъездного дома 121-й серии. Распект района расположена остановка, где проходит автобус с центра города в аэропорт. В микрорайоне есть детский садик, кстати, именно в такой детский сад я ходил в реальной жизни когда-то давным-давно. Ровно напротив микрорайона расположился зоопарк, недавно возведенный жителями города. Что-то меня напоминает форму этого здания, не могу понять, что именно. А, точнее, оно изображает топорик Ганеша, индийского бога мудрости. Все ясно. А вот так или примерно так выглядел этот микрорайон к ноябрю. Кстати, попробуйте выговорить фразу, которую я только что произнес. А вот так или примерно так выглядел этот микрорайон к ноябрю. Идеальное произношение, товарищ зритель. У меня у самого получилось разы, наверное, седьмого. А сейчас то, зачем вы досмотрели видео до этого момента. Выпускаем Икарус 280 на его первый маршрут. Так вот наш едва оперившийся птенец покидает свой родной автобусный парк, чтобы отправиться на четвертый маршрут города Новиграда, охватывающий центр города по кольцу и, кажется, заезжающий на МПЗ. Хотя на этот счет я не уверен. Машины, которые венгерская народная республика поставляет в Новиградскую народную республику, окрашиваются в бело-синие цвета. Сейчас автобус идет не по маршруту, он направляется к заправочной станции. Так делает вся свежекупленная техника, это абсолютно нормально. Вот разъезжаемся с троллейбусом второго маршрута и служебным базиком. Редкие кадры сочиненного Икаруса на пригородной линии. О, водитель этого москвича изрядно рискует. Конечно, и Карлс не тот, и москвич не тот, и за рулем, наверное, не цой. Но выглядело опасно. А вот, кстати, и его собрат, 256-й. Возит туристов с границы в Новиград. Современные автобусы требуют современных улиц и площадей, по которым они могут ходить. На волне интереса ко всему современному я решил немного перестроить площадь товарища Битума. И украсить ее нашими национальными новиградскими флагами, агитацией, пропагандой, ну и всякими другими чертами нашей традиционной новиградской культуры. Так сказать, культ личности сам себя не укрепит, я считаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дужество новиградской политфилософии было бы неполным, если бы не висящие повсюду национальные флаги республики. Нужно больше флагов. Я думаю, что площадь Битума, как центральная площадь всей республики, должна буквально утопать в национальных цветах. И пусть вас не смущает, что сейчас флаги выглядят точно-точно как советские. Когда придет время, мы перекрасим их в национальные цвета республики. То есть высветший прусский синий и, вы знаете, такой красненький, что-то вроде малинового, вот, в общем, национальные цвета новиградской республики. Вы узнаете их, когда увидите. Кстати, как вы думаете, какие аспекты успешности новиградской народной республики и строительство в ней социализма символизируют эти благородные цвета ее национального флага? Вот, смотрите, вот они. Да, скорее даже розовые, получается, а не красные. Но национальные цвета есть национальные цвета, ничего с ними не поделаешь. Ну и давайте добавим чутка наглядную агитацию в виде огромного бильборда с какой-нибудь воодушевляющей патриотической надписью. По-моему, город становится намного красивее. Да, пожалуй, получилось хорошо, но все еще чего-то не хватает. То ли плакатов маловато, то ли кустов. Надо бы с этим делом разобраться. Начнем с того, что разместим еще один мотивационный плакат, ну, предположим, где-нибудь в старом городе, где он идеально впишется в исторический ландшафт. Ну вот, наконец-то плакат с достойным существом на нем. Сейчас я украшу эту площадку перед городским советом. На мой взгляд, сюда отлично пойдет вот этот вот бетонный московский забор, ну и, конечно, чуток флагов. Само собой, в новиградских национальных цветах. На само здание горсовета хочется повесить от одного до пяти флагов, поскольку здесь пять опорных колонн. Однако я пока что ограничусь ровно тремя. Один из флагов я оставлю советский, поскольку Советский Союз — это наш большой друг, основной источник денег и потребитель нашего битума. Другой флаг я, разумеется, покрашу в национальные цвета республики, поскольку это ее главный властный орган. Ну и третий флаг я сделаю чехословацким в честь создателя этой игры, который родился в Чехословакии. Отдельно словацкого флага в этом баке перекрасок нет. Заканчиваем заборчик, чтобы граждане в порыве любви к родине случайно не похитили ее флаги. А заодно украшу флагами окружающую площадь дома. Так, что-то я уничтожил непонятное, ну да ладно. Ну и финальный аккорд — это большой плакат с изображением вождя прямо напротив городского совета. Разумеется, настоящего вождя, а не какого-нибудь там ложного вождя. Да, разумеется, я имею в виду товарища Мурку. Вам может показаться, что я случайно вырезал из всех плакатов одного известного усатого любителя ретушировать фотографии и заменил его на котиков, рапторов и других милых существ. Что ж, вам не показалось, я сделал это намеренно. Потратил на это целых полчаса. Ну ладно, шут с ним, давайте займемся социалистическим строительством. К сожалению, граждане перестали приезжать на НПЗ и вырабатывать там ценнейший битум. Поверен, со временем пассажиропоток восстановится, но этого времени у меня нет. Мне нужен постоянный приток свежих советских денег. Зачем? Чтобы строить социализм, конечно. Проблему я решил классическим для этой игры способом. А именно, купил в Советском Союзе целый 16-этажный дом и населил его советскими гражданами. Второй 16-этажный дом, тоже серии 260, я решил построить своими силами, благо время пока терпит. По моему, скажем так, архитектурному замыслу, этот микрорайон должен напоминать один из пригородов Черногорска, города из Дэй Стэнделон. Ну вот, например, Дубки. Пока что, конечно, микрорайон небольшой и вряд ли он будет сильно больше, чем есть сейчас, потому что строиться в горах довольно сложное занятие. Тем не менее, я постарался обеспечить жителям микрорайона всем необходимым, включая детский садик и автомобильную стоянку. Разумеется, я также построил здесь магазин, чтобы жителям не приходилось ездить через полгорода. На самом деле, у них там даже есть свой небольшой бар и теннисный корт, чтобы можно было отдохнуть с комфортом. Пока я воздвигал башни, подоспело время собирать урожай. И свежекупленные советские комбайны отправились пожинать то, что мы посеяли в начале года, в том числе и с совершенно новых средних полей, которых теперь стало в два раза больше, чем было в 1971-м. В детстве я очень любил наблюдать за работой комбайнов. Честно сказать, впервые, когда я увидел комбайны на поле, мне показалось, что они парят над землей, потому что, ну, я смотрел на них с расстояния метров, наверное, в 600-700, где-то вот около километра. И из-за сходящегося солнца и, видимо, какого-то отражения света от колоссиев, мне показалось, что это какие-то огромные странные существа или странные машины, которые парят над землей и что-то такое там загадочное делают. Меня, наверное, было тогда лет 8, но запомнил я это на всю жизнь, само вот это вот ощущение встречи с чем-то, что ты просто никак не можешь описать за счет своих прошлых знаний. Кстати, обратите внимание на высоту злаков в Новоградской Народной Республике. Эти злаки высотой больше, чем сам комбайн. Как вы думаете, могли бы взять такую высоту злаки в какой-нибудь загнивающей западной капиталистической стороне? Да, наверное, могли бы. Злаки это растения, вряд ли политический строй на них как-то влияет. Ну что ж, дорогие мои товарищи зрители. С первым снегом я традиционно завершаю обзор новостей Новоградской Народной Республики за год. Надеюсь, 1972 год оказался не более, но и не менее, чем 1971. Также надеюсь, что 1973 год догонит его, обгонит, потом немножко подотстанет, но потом снова догонит 1972. Напомню, что Новоградская Народная Республика существует только за счет вашего внимания, ваших комментариев, ваших лайков, ну и, конечно, ваших просмотров. Ну и поскольку объективно видео об этой республике вам все-таки нравится, я решил обойти собственное правило, воспользоваться тем, что сейчас только-только начался декабрь, и все-таки реализовать проект нового сельскохозяйства региона к югу от Жилопалац. Новый населенный пункт получил название, которое отражает чаяния новоградского народа на светлое будущее. Нет, Захар, хорошая попытка, но нет. Село будет называться Занепад. Почему Занепад? Ну, хорошо, не Занепад, а Занепад. Занепад тоже очень хорошее название. Обратите внимание, что на местный совхоз, на котором, кстати, тоже все написано по-украински, ведет своя железнодорожная ветка от Жилопалацка. Так что да, возможность льхозпродукцию отсюда я буду увозить поездами. Ну, а вот, собственно говоря, и сам наш украинский совхоз. На нем, кстати, что не так часто встречается у зданий Steam Workshop, можно написать какое-нибудь слово, правда буквы здесь получаются довольно-таки огромные. Видимо, это сделано из расчета на то, что здесь будут писать огромные длинные слоганы в духе «Вперед к коммунизму» или «Назад к деспотизму». Ну, в общем, долго ли, коротко, но я построил целое настоящее село с деревянными домиками, автобусной остановкой, такими вот яблочными садами, в которых из химикатов и ничего производят яблоки. Есть у нас в нашем селе и куриные фермы, и рыбные фермы на уютном берегу реки Бабки. Вот так вот они выглядят здесь, когда-нибудь я даже веду их в строй. Все, чего не хватает, это знака при въезде в наше новое село, чтобы все видели, что их здесь ждет. А чтобы все желающие наверняка могли добраться до Занепада, я организовал в городе Жилопалацке автобусное движение. По иронии, для этого пришлось также переоборудовать центральную площадь с памятником Ленину-Битуму. Ну, собственно, все переоборудование свелось к врезанию сюда автобусной остановки. Осталась одна небольшая деталь, а именно автобус, который будет ходить по нашему новому маршруту. Думаю, вы догадались, что это будет Экарус-260, который я анонсировал в начале видео. Если же не догадались, ничего страшного, сам факт, что вы досмотрели видео до этого момента, делает вас настоящим героем Новиградской Народной Республики. Друзья, от лица народа Народной Республики я выражаю вам благодарность. И поверьте мне, есть за что. Если бы не ваши просмотры, лайки, подписки, комментарии, я бы давно забил бы на эту Новиградскую Республику и занялся бы чем-нибудь более полезным. Шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. Вы молодцы, ребят. В конце видео хотел бы сделать небольшое заявление для людей, которые все еще ждут City Skylines. Как только это видео наберет 500 просмотров, я сделаю видео по Варборгу. По крайней мере, попробую сделать, потому что не уверен, что City Skylines у меня запустится. В любом случае, если у вас есть вопросы или у вас появилось настроение пообщаться, пишите в комментарии, пишите в Discord, пишите в группу ВКонтакте. Ссылки есть в описании к видео. Как всегда, никуда они оттуда никогда не деваются. Если они откуда-то делись, значит это что-то сверхъестественное, полтергейстом какой-то. Ладно, ребят, это был вам Боярышник. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok